В Красном Холме вынесен приговор Эдуарду Суслову, который признан виновным в причине смерти по неосторожности. Часть первой статьи 109 Уголовного Кодекса. Об этом трагическом случае мы рассказывали в патрульной службе. Расследованием уголовного дела занимался Краснохолмский, межрайонный следственный отдел регионального СК. По данным следствия, 30 августа вечернее время мужчина вернулся в квартиру, расположенную по перелку заводскому города Краснохолм Тверской области, где после самовольной замены и подключения газового баллона к варочной панели в помещении кухни, ввиду негерметичности системы подачи газа газовой варочной панели, произошла утечка газа и образовалось газовоздушное облако. После того, как мужчина нажал включатель на кухонной вытяжке, расположен над варочной панелью, от электрической искры на контактах выключателя освещения произошел хлопок газовоздушной смеси, образовавшейся при утечке газа. В результате произошедшего частично обрушилась конструкция дома, часть которых упала на женщину, находящуюся в другой квартире, вследствие чего последняя получила телесные повреждения, от которых скончалась в больнице, не приходя в сознание. На начало судебного заседания Суслов свою вину признал частично. В ходе судебного следствия подсудимый признал вину в полном объеме. С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил Суслова к наказанию в виде одного года ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил. Посмотрите внимательно, этого человека разыскивают сотрудники уголовного розыска. Кукушкин Андрей Николаевич, 72-го года рождения, подозревается в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Если вы знаете его местонахождение, либо располагаете другой важной информацией об этом человеке, срочно позвоните в полицию по указанным телефонам. Сегодня мы еще раз напоминаем жителям региона о чрезвычайной взрывоопасности сжиженного газа. Помните, размещать газовые баллоны нужно в специальных металлических ящиках на улице, вдали от окон, дверей и канализационных люков. Обязательно использовать регулятор давления. Отметка об освидетельствовании обозначена клеймом на самом баллоне. Хранить и перемещать баллон можно только с навернутой заглушкой и защитным колпаком. И, конечно же, самостоятельно монтировать баллонные установки запрещается. Игнорирование этими правилами может привести к непоправимой беде.